Шалом Увраха! Сегодня у нас ЦОМ ШИВАА САРБА ТАМУЗ, пост 17 ТАМУЗа, и мы потом посмотрим, какие события произошли, и почему мы постимся в этот день. Но я хочу начать из гморы в тарактате Роша Шана, которая говорит нам, что, вы знаете, Мишна там говорит, что есть месяца, которые шли хим, специальные посланники должны были выходить из Иерушалайма для того, чтобы объявить, когда у нас Рошходыш, когда у нас Новый месяц. То есть раньше не было календарей, как вы знаете. Еврейский месяц, он решался в Иерусалиме, да, Санедрин решал, когда у нас Рошходыш. Хорошо, решали тогда в Иерушалайме. А как узнавали все остальные и в том числе и диаспора и так далее? Так были посланники, посланники, которые гонцы, которые шлюхи, которые приходили и говорили. И есть несколько месяцов, Мишна пишет, которые эти посланники выходили. Не на каждый месяц выходили. И, например, выходили на месяц Ниссан. Почему это важно, что выходили на месяц Ниссан эти посланники, гонцы, чтобы евреи знали, когда Рошходыш Ниссан, когда Новый месяц Ниссан. Потому что это решает, когда нам надо кушать мацу, когда нам запрещено кушать хамец. И поэтому необходимо было, чтобы евреи знали, когда Рошходыш. И также Мишна говорит, что выходили на месяц Авву. Месяц Авву тоже выходили. Почему? Гмара говорит, поскольку есть пост девятого авва, выходили донцы. Так Гмара говорит, и там еще и другие месяца. Что это Гмара? Гмара задает вопрос, а почему не выходили на месяц Томуз? Почему не надо было объявлять на месяц Томуз? У нас же в месяц Томуз есть пост 17-го Томуза. Сегодня мы постимся. У нас 17-ая Томуза. И евреи должны знать, что 17-го Томуза пост для того, чтобы поститься. Почему тогда гонцы не выходили 17-го Томуза? Так задает вопрос Гмара в трактате Роша Шана 18-й листа. И Гмара отвечает, да. Де Амар говорит нам Гмара и приводит пасук. Пасук из пророка Захарья. Мы знаем, что пророк Захарья – это был один из самых последних пророков, который был в еврейском народе. То есть у нас было много пророков. Большое количество пророков, которые было у еврейского народа. Часть из этих пророков записались в нашей святой книге Танах. И часть не записались. Но было много пророков. Так один из последних пророков – это был пророк Захарья. То есть, когда пророк Захарья говорит, он жил во время, когда мы уже построили второй храм. Первый храм у нас был разрушен. Мы вышли в изгнание, в бавилонское изгнание и восстановили второй храм. И когда евреи пришли к нему, уже храм построен, понятно, что мы будем поститься дальше из-за того, что у нас произошло. В общем, первый храм был разрушен и так далее. Так он им сказал, что пост, обратите внимание, четвертый, пост пятый, пост седьмой и пост десятый, а не будут в доме иудеев. Будет радость и веселье. Во-первых, мы должны здесь подчеркнуть, что это значит, вот этот четвертый, пятый, седьмой и десятый пост. О чем здесь идет речь? Здесь идет речь. Четвертый – это пост, который на четвертом месяце у еврейского народа. Четвертый пост – это пост с 17-го Томуза. Почему? Потому что еврейские месяца начинаются у нас с месяца Ниссана, который является первый месяц. Так если мы посчитаем с Ниссана до Томуза, то это четвертый месяц. Месяц Ниссан, потом Ияр, потом Сиван, а потом Томуз. Так бывает, это четвертый месяц. Пятый месяц – это месяц Ав. Так значит, здесь идет пророк говорит про девятого Ава, пятый пост, отцом Ахамиши, то есть пятый пост, имеется в виду пятого месяца пост. Дальше. Седьмого месяца пост – это у нас цом Гедалья, это месяц Тишрей, сразу после Рожешана у нас есть пост Гедалья. И десятый пост – это десятый месяц Тевет, это десятого Тевета. То есть десятый – это не потому, что он десятый Тевета, а потому, что это десятый месяц. Так пророк приходит и говорит, что эти месяца, которые в них, в этих месяцах есть вот эти посты, они будут на веселье и радость. Замечательно. Гмара приходит и говорит, а почему пророк называет эти дни, с одной стороны, цом, а с другой стороны, эти дни, они веселье и радосты. Так можно было объяснить, потому что пророк говорит, что это в будущем, сейчас это посты, а в будущем это будет веселье и радости. Но это не совсем так. Потому что, когда спросили пророка Захария об этом, это уже храм был построен. Так почему приходит и говорит нам пророк Захария, что это посты? Это же не посты. И об этом сейчас говорит Гмара очень удивительную вещь, которая связана с нами тоже с Аллахой. Я вам читаю сразу Аллаху, я не буду все читать. Гмара Рафпапа пришел и нам сказал следующее. Выходит иногда, что даже когда существует храм, то есть во время Захария, храм есть, но все-таки мы постимся. А почему поститься? Храм уже построен. Смотрите, что пишет Рафпапа, и это может быть актуально, не может быть, это актуально тоже в наши дни. Рафпапа сказал, что когда есть храм, то есть во-просто, когда есть храм, и Раши говорит нам, что нет яда овдей куховин такифа в Исраэль. Шалом, это имеется в виду, что яда овдей куховин, то есть руки не евреев, они не агрессивны против нас. Это имеется в виду, есть шалом. Есть шалом. Так когда есть шалом, ию, лесасон, вэлэсимха. В это время эти посты, они не надо поститься. Безман ши еш шалом, ию лэсасон, вэлэсимха. Смотрите, есть шалом. Есть рош, и тур, и шурханарух. Они говорят слово шалом имеется в виду с пониманием. Это не только шалом, как Раши нам объяснил. Знаешь, здесь мир, я знаю, что Гои над нами не издеваются. А Раши приходит и говорит шалом, это есть, не Раши, извините, рош. И так приходят шурханарух и тур, говорят шалом, это когда существует храм. То есть, если есть храм, не надо поститься. Потом дальше. Еш гзерат малхут. А если у нас, кэн, еш гзерат малхут, цом. Если есть у нас храм. Если есть храм. Но во время существования храма у нас есть гзерат малхут. У нас есть проблемы. Над нами издеваются. Нас заставляют делать какие-то вещи, которые мы не готовы это делать. Как было, например, во время Антиохуса, во время событий Хануки, которые нам были гзерат шмад. Были гзерат, были установления, которые не давали нам развиваться, как евреи. Храм был. Но это так написано, цом. Так выходит, с одной стороны, не всегда все храм решает. То есть, есть храм и все спокойно. Так надо, чтобы это было бы веселье. Есть храм и все неспокойно. Так надо, чтобы был пост. Дальше смотрите, что пишет гмара. Эн гзерат малхут. Нету гзерат малхут. Вэээн шалом. То есть, нету храма. Нету храма. Как вот наша сегодняшняя ситуация. У нас нету храма. Эн шалом. По мнению. По мнению того, что нам Шулхан Арух сказал. Эн шалом. Шалом – это от слова шлемут. Это от слова полноценности. Полноценность еврейского народа. Это только когда у нас есть наш храм. Храм – это не просто большая синагога. Это говорит о настоящем уровне еврейского народа. Шалом. Так вот, наше сегодня. Нету у нас храма. Нету храма. Но, с другой стороны, гоем над нами не издеваются. Слава Богу, у нас есть государство. Что же не издеваются? Есть войны. Есть неприятные моменты. Но это так, как и у других народов. Это не то, что евреев гоняют где-то. Так как в этой ситуации? Надо поститься или не надо поститься? Потому что, с одной стороны, храма нету. С другой стороны, у нас все вроде бы нормально. За нами не гоняются. Так здесь есть большой хидуш, который гмара приходит и говорит. Рацу митамим. Рацу эн митамим. Хотят постяться, хотят не постяться. То есть, это решает еврейский народ. Еврейский народ решает в этой ситуации, когда у нас нету храма и нету у нас серьезных проблем, так мы тогда сами можем решить, если мы будем поститься или не будем поститься. Тагмара приходит и говорит. Поэтому не посылают гонцов. Почему? Потому что гонцов посылают только на те месяца, которые 100% надо их соблюдать. Как Тесах и так далее. Тагмара говорит. А почему тогда на месяц Авв? Посылают. Тоже мы можем сказать хотят, не хотят. Гмара говорит. Нет, здесь это не зависит от нашего желания. Здесь обязательно надо поститься. И гмара почему говорит? Потому что ухпелюбо царот. Так вы ухпелюбо царот. Поскольку первый храм и второй храм разрушился в этот же день и так далее, поскольку этот день, он очень в большом трауре, потому что там было много царот в этот же день, поэтому 9 ава у нас остался. Там не существует вот этой привилегии, что хотим постимся, хотим не постимся. Я хочу подчеркнуть, что в евре... Да, в скобках, не подчеркнуть, а может быть в скобках сказать, точнее, что у нас есть разные посты в году. Мы говорим сегодня о постах, которые связаны с разрушением государства и храма еврейского народа. Об этом мы сегодня говорим. Потому что все остальные посты, как пост Эстер, например, который мы постимся перед Пурим, он не связан с разрушением государства. Это был пост, когда евреи молились в день, когда мы воевали против наших врагов, когда мы были в Галюте вообще, в Персии. Он не связан, так в память этому установили нам тоже пост Эстер. Есть пост Йома Кипурим. Это, наоборот, веселый пост. Это пост, когда нас всех моют и очищают Всевышний в этот день. Поэтому Йома Кипур считается такой святой, веселый день, праздничный день. Есть посты, как пост первенцев. Он тоже не связан со всем еврейским народом, не связан с еврейским разрушением государства еврейского и так далее. У нас есть четыре поста, которые связаны напрямую с еврейским падением и нашего национального потеря как государства, как народ, как изгнание. Это, конечно, 9 ава. Это 17 тому, за которым мы постимся сегодня. Это 3 тышрея, когда тоже убили руководителя, и мы вышли в полное изгнание. И 10-го Тевета – это начало, когда Навуходоносор сделал блокаду над Иерусалимом, над Иерусалимом, и это привело потом к разрушению храма и так далее. Так, в общем, у нас здесь в Гамаре написано, хотят поститься, хотят не поститься. Кстати, я вам хочу сказать, что были многие после того, как у нас образовалось государство Израиль, которые хотели сказать, что, может быть, сегодня надо отменить вот эти посты, как 17-го Томуза, 3-го Тишрея и 10-го Тевета. Почему? Потому что даже храма нет у нас. Да, нет храма. Так как нам объяснили комментаторы. Эйн шалом. А в Аленкзерот. Мы уже не живем в тех поколениях, которые нас гоняют, бьют, уничтожают, не дают нам соблюдать нашу Тору, не дают соблюдать Субботу и так далее. Этого тоже нет. Так это зависит от народа уже. Так если это зависит от народа, может быть, давайте отменим. Зачем просто так зря, чтобы евреи постились? Были такие, которые так сказали. Но я вам хочу зачитать то, что пишет нам Мишнабруха. Мишнабруха. То есть Шуханарух пишет. Шуханарух пишет. То, что я сказал, что все вот есть вот эти посты. А Шуханарух пишет. Хаколь хаябин лит анод арбаат сумота ла лу ба асу лифроц гадер. То есть все должны поститься в эти посты. И ни в коем случае нельзя лифроц гадер. Нельзя сделать какую-то, в общем, разломать стену эту и сказать, нет, я не пощусь в этом. Я давай лучше, лучше всем. А слава богу, сейчас по-другому. Нет. Асур лифроц гадер. Нельзя лифроц гадер. И поэтому все здоровые люди обязаны поститься в эти посты. И приходит нам, а почему? Почему это так? Мы же хотим постимся, хотим не постимся. Пишет нам, это пишет Рамбан. И приводит его тоже Бет-Йосеф. Пишет Рамбан. Мы же только что учили говорить, Рамбан, и Мишна Брура приводит это, это зависит от Рацион Исраэль. Даже если нету храма, нету храма пока, но нету хзерот, нету, в общем, всяких установлений, нету всяких страданий, гонений, так это зависит от нашего желания. Так если это зависит от нашего желания, почему бы не поститься, если ты не хочешь? Он объясняет. Имеется в виду, что значит желание еврейского народа. Это не каждый индивидуально у себя дома. Хочу, пащусь, хочу, не пащусь, свобода выбора такая. Нет, не об этом идет речь. Имеется в виду, речь идет о народе Израиля. Если большинство еврейского народа решило бы не поститься, мы не постились. Но поскольку действительно большинство еврейского народа, и когда, кстати, это установили, мы все-таки, был у нас один центр, был, несмотря на то, что мы были в Галюте, мы были в изгнании, у нас был центр в Абилонске. Оттуда выходило все постановления, и все евреи, где бы они ни находились, они подчинялись тому установлению, которое было в Бавилонии. Тогда бы, если решили бы не поститься, не постились бы. В общем, мы приняли на себя Клал-Исраэль, несмотря на то, что нам все там шикарно, и нет никаких проблем. В каждом поколении и поколение, и Асур, Лефроц, Гадер. И нельзя делать против этого ничего. То это такое предисловие, поэтому этот ЦОМ нас обезует, и мы не можем идти на нем никакие облегчения. Несмотря на то, что я часто слышу в Израиле, что люди, даже традиционные, даже соблюдающие, которые говорят, ну, Йом-Кипур, понятно, мы будем поститься. С 9-го Аба мы тоже постимся. Но то, что касается остальных постов, более идет облегчение. Так мы с вами сегодня сказали, мы не можем идти на облегчение. Он тоже имеет силу пророков. Это даже не мудрецы его установили, а пророки его установили, как я вам сказал. Пророк Захарья установил эти посты. Поэтому надо здоровые люди, чтобы постились. Но главное, конечно же, не пост. Главное человек, это не только он говорит, ну, хорошо, этот день, у меня как обыкновенный день, и единственное то, что я не делаю, это я вот не буду поститься. Это то, что будет главное. Да? Так приходит. Давайте сегодня сейчас посмотрим, что происходит, что произошло у нас 17-го тамуза, и что это говорит нам. Во-первых, Шулхан Аруф пишет, «Юдзайн бетамуз». «Юдзайн бетамуз» это 17. 17-го тамуза у нас были прорвали стены Иерусалайма. То есть, Иерусалайм был в блокаде. Была блокада, которая не давала возможность что-то делать, как-то так и так далее, развивать свою жизнь в Иерусалайме. Враги римляне окружили Иерусалим, и не было возможности прорвать Иерусалим из-за того, что происходило внутри еврейского народа. Это привело к тому, то, что у них получилось, и они прорвали стены Иерусалайма 17-го тамуза. Шулхан Аруф пишет, а в первом храме, когда первый храм у нас разрушил, то есть, разрушение храма и первого, и второго, это было 9-го ама. Это никто не спорит. Но когда были прорвали стены Иерусалайма, так во втором храме, это было 17-го тамуза, с 17-го тамуза до 9-го ама у нас три недели, и эти три недели называются «Дни между тиснинами». Дни между тиснинами. Но первый храм был там раньше. Написано у нас по сути. Мы знаем, что во время первого храма у нас были пророки, у нас был Танах. Во время второго храма разрушения, второго храма у нас только исторические есть свидетельства, но нету Танаха. Так в Танахе написано, что первый храм, когда окружили его вавилотяне, они его прорвали стены 9-го тамуза, не 17-го. А почему тогда мы постимся только 17-го? Потому что он нам ближе. И если нам ближе было 17-го, поэтому мы постимся 17-го. Почему не установили два поста? Потому что мы не хотим, в общем, слишком много, чтобы евреи постились. Это все-таки пост и так далее. Поэтому установили 17-го тамуза. То есть, когда мы постимся 17-го тамуза, то нам прорвали стены, мы постимся и на 9-е число, которые были прорваты стены в первом храме. Это тоже мы должны понимать, и должна быть у нас такая кавана, которую мы... Если мы обратим внимание, прорвали стены 17-го, 17-го это цифра такая, на иврите это Тов. Тов на цифровом значении Юдзайн это 17, и Тов это 17, потому что буква Тет, Вав и Бет это 17. То есть, когда мы говорим про 17-го тамуза, есть в этом какой-то элемент Тов. То же самое, когда прорвали стены 9-го Тет, тамуз, тоже буква Тет, она тоже символизирует добро. Ну, я вам говорю, добро, какое добро, если прорвали стены. Давайте сейчас, может быть, посмотрим, что за добро, которое вот изначально произошло. Изначально. Нишна в Масехе Таанит пишет там, что были пять событий, пять событий, которые произошли, ужасные пять событий, которые произошли именно 17-го тамуза, да, это не было в один и тот же год. В разные годы в нашей истории были разные события, которые происходили с 17-го тамуза, и поэтому, когда у нас храм разрушился и так далее, мудрецы сказали, что мы будем сегодня поститься, а поститься опять-таки это исправляться, это думать, в чем мы можем стать другими и так далее. Вот это, вот эти пять событий, которые произошли 17-го тамуза. Давайте посмотрим по очереди. 17-го тамуза, мы знаем, с 16-го тамуза, с 16-го тамуза евреи сделали золотого тельца, сделали золотого тельца. Моисей задержался, они сделали золотого тельца. 17-го тамуза Муше спускается со своими скрижалями, которые Всевышний дал ему, он видит золотого тельца и сломал эти скрижали. Так давайте мы посмотрим, что здесь произошло. Сломал скрижали. Моисей сломал скрижали. Во-первых, то, что он сломал скрижали, это хорошо или плохо? Так, конечно, это ужасно, потому что есть скрижали, первые скрижали, их уровень, он был уровень не просто скрижали, уровень скрижали, а это говорит о том, где мы были, на каком уровне мы все с вами были, когда мы говорим первые скрижали. Первые скрижали был тот уровень, который полностью мы, инстинкт наш, полностью сливался с желанием Творца. Это не говорит, что нету свобода выбора, это не говорит, что нету Ецарара, но желание, естественно, простое, оно было соблюдать митцвод, соблюдать заповеди Всевышнего. Да, конечно же, есть соблазны, конечно же, есть, может быть, какие-то страсти, другие, и человек может ошибиться, человек может упасть, но сам инстинкт, сам вот это желание, оно было изнутри. Мы хотели кушать кошерное, изнутри мы хотели одевать филин, соблюдать субботу изнутри. Это не была какая-то внешняя борьба. Вторые скрижали уровень, уменьшился, и это стало что-то внешнее. Изнутри никто из нас не знает, что нам надо одевать филин или кушет кошерное. Нам надо, чтобы кто-то нам говорил, не всегда нам это охота, не всегда у нас есть на это желание и так далее. То есть уровень он упал, поэтому мы же хотим вернуться к тому уровню, который был до того, как сломались первые скрижали, а это придет через наше исправление. Поэтому когда мы сегодня постимся, он должен быть прийти к тому уровню, чтобы это было частью нас изнутри все соблюдение митвот, которое у нас есть, и чтобы превратилось, пока это не так. Постепенно, когда мы работаем над собой и привыкаем к чему-то, это превращается в инстинкт, но это нелегко, потому что мы видим многих, которые далеки от этого. так мы молимся сегодня, чтобы мы вернулись, сломались скрижали, ой-ой-ой, мы не хотим вернуться на уровень первых скрижалей. Я хочу вам сказать, что все-таки, что Моисей сломал эти скрижали, это было замечательно. Почему? Потому что Всевышний ему говорил, что ну как это так написано в Торе, вот я должен написано в Торе, написано в скрижалях, что нельзя заниматься идолопоклонством, а вот евреи занимаются идолопоклонством, Моисей спрашивает Всевышнего, где это написано, Всевышний говорит, как, что же где, вот у тебя в руках это, ты держишь это, Моше Робейну сразу ломает скрижали и говорит, нигде этого не написано. Это, конечно, такой юморный мидраж, но все-таки это мидраж, который говорит нам, что Моше предпочитает еврейский народ, чтобы живым, чем Тором. Это то, что вот мидраж приходит и говорит. Так что есть исправление, надо куда стремиться, но если еврейский народ живет, есть сикуй, есть шанс, что он исправится, не дай бог, не дай бог, если бы он был уничтожен, так не было никакого шанса. Так Моше Робейну выбирает народ, и это Тов, это юдзайн, это хорошо, это Тет, тоже который говорит о добром, который получается у нас 17-го Томуза. Это первое. Но надо еще сказать, что когда мы постимся, 17-е Томуза сломали скрижали. Сломали скрижали, имеется ввиду в этот день, как Рамбом пишет, я вам прочитаю, что пишет Рамбом, бляхэн, бляхэн, хаяв, коль ишла суме, либо баутана яминь. Каждый человек должен обратить внимание в эти дни, то есть в эти дни, которые мы находимся, 17-го Томуза, и все посты, которые мы постимся. То есть ты должен проверить свои поступки, вернуться, где ты что-то не так сделал. Потому что не главная пост. Понимаете, есть люди, которые, например, знаете, у нас с Рошходэш Ав принято во всех еврейском мире с Рошходэш Ав, когда начинается месяц Ав, не кушай мясо. То есть человек говорит мне, ты знаешь, я с месяца Ава превращаюсь в быть вегетарианцем. Все. То есть я 9 дней буду вегетарианец. Это единственное то, что его волнует. Так он обычно кушает мясо, а сейчас он будет вегетарианец. Он не будет кушать мясо. Так это вообще он ничего не достиг. Мы не кушаем мясо. Это для того, чтобы мы сели и подумали. А почему мы не кушаем мясо? Почему этого не делаем? Вот эти законы авелют, законы поста, как говорят наши мудрецы, я вам зачитываю сейчас то, что говорит нам раба, это для вас, чтобы пробудить нас. Поэтому льо и кар от Ани не главная пост, а главное совсем это пробудить. Что произошло? Кмошекату ба аншей нинвэ. Вы знаете, город нинвэ. Мы читаем про книгу Йона в Йома Кипурим. Город нинвэ, когда Всевышний хотел разрушить этот город, да, и там они одели на себя, стали поститься, одели на себя мешковины и так далее. Так там не написано, что Всевышний увидел ихний пост. Ой, какие молодцы они постятся. Всевышний увидел их действия. И не написано, что он увидел их пост, как они постятся, как они одели мешковины. Это все внешнее А главное изнутри вернуться, чувеем, исправиться. Потому что если мы понимаем, что, как нам говорят мудрецы, поколение, которое не построился, храм его поколения, мы должны думать, что он разрушился в этом поколении. И поэтому, что я могу делать? И не считать себя таким скромным, ну что я уже могу сделать? Поэтому, когда мы говорим про скрижали, к чему мы хотим вернуться, чем больше у нас заповеди стоят частью нас, а что-то не внешнее от нас, это исправление. Мошер Абейну сломал скрижали. Это надо иногда ломать какие-то неправильные качества. Гордыню надо ломать, когда она неуместная. Не надо ее ломать всегда, потому что гордость еврейского народа и гордость нашей нации, она должна быть всегда. Да, но надо иногда сломать ее, когда она не нужна, сломать жадность, когда это не нужно и так далее. Это то, что сломал Муше скрижали. Второе то, что произошло в этот день, муталь атамиды. Во время первого храма, мы знаем, после, когда была блокада, каждый день, каждый день не было такого дня, что у нас не был курбан атамиды. После того, как еврейский народ образовался как еврейский народ, мы вышли из Египта, мы получили тору, мы построили переносной мешкак, храм построили. Каждый день у нас была служба, которая называлась Олат-Хатамиды. Это было все сожжения, которые мы приносили в храм. И сначала переносной храм, а потом храм, который был в Иерушалайе и так далее, во всех мешканах Израиля, приносили Олат-Тамид. И постоянно не было никакого перерыва. И это прекратилось, потому что не было с чего приносить этот храм. Это надо брать, в общем, овцев и так далее. Не было с чего брать, и это прекратилось. Это было большое потрясение для еврейского народа. Это тоже в память этого мы постимся и исправляемся. Ну, давайте посмотрим Олат-Тамиды. Тамиды, слово это постоянство. Часто у нас в жизни бывает такое, что мы хотим набрать какие-то силы и сделать что-то разовое. И потом отстань от меня. Отстань от меня. Ну, что-то разовое я сделаю. Есть такие, которые, может быть, раз в году могут поститься, идти там, я знаю, в синагогу, на Йон-Кипур. И действительно ничего там не нарушать и так далее. Но это раз в году. Или человек раз в какое-то время дает знаку. Но это раз в какое-то время. Что-то разовое. Нас сегодня, этот пост, воспитывает Тамиды. Воспитывает что-то делать постоянно. Постоянно молиться в синагоге. Три раза в день. Постоянно молиться. Это каждый день. Это не то, что ты иногда ходишь, а иногда не ходишь. Иногда ты делаешь это в миньяне, а это когда тебе захочешься, да, ты это не делаешь в миньяне или что-нибудь и так далее. Не бывает такого. Надо, чтобы было постоянство. Араф Кук объясняет, олят – это со слова толаат. Толаат, олят – это всесожжение, толаат – это как червяк. Червяк он тоже делает постепенно. Он что-то маленькое, понимаете. Если лев нападает, он пришел из какого-то леса, вышел такой, лев растерзал кого-то и уходит, и потом его не слышно о нем. А толаат, червяки, они постоянно работают. И поэтому ихний вред, он гораздо сильнее. Так то же самое наоборот. Постоянство человека в его заповеди, в его, не знаю, молитвы, кушает кошерно, он и так далее. Он не только делает это иногда. Вот это постоянство – это то, что мы отмечаем, что нету у нас этого достаточно. В общем, отменили тамиды, отменили вот это тамиды. Поэтому каждый раз, когда мы что-то делаем и принимаем на себя, делаем что-то постоянное и невременное – это исправление вот этого батала тамиды. Это второе. Третье, то, что произошло, третье, то, что произошло, это написано, я уже сказал, Сарап Апустомус – это Тора. Что значит Сарап Апустомус – это Тора? То есть было сжигание, чего-то сожгли. Чего сожгли? Сожгли нашу Тору. Апустомус, наверняка это было во время Римской империи, он сжег Тору. И поэтому мы в трауре, мы постимся, потому что вот этот Гой сжег нам Тору. Во-первых, я не понимаю, если Гой сжигает Тору, при чем здесь я? Он сжег, при чем здесь я? Почему я должен поститься из-за этого? Ответ очень простой. Если Гой сжигает там Тору, значит Тору мы недостаточно уважаем. Потому что если мы уважали бы Тору на высоком уровне, ее бы никто не мог сжечь. Я хочу добавить, что когда мы встречаемся с Торой, мы встречаемся с учением Торы, у нас это должно все гореть. Это не должно быть как у мертвых мы это делаем. Должно быть пламя Тора внутри нас. И когда вот это не существует внутри у нас пламя Торы, так это пламя берет вот эти Гои и сжигает нам Тору. Так поэтому мы берем на себя ответственность. У евреев всегда мы берем на себя ответственность. То есть мы не обвиняем того Гоя, который сжег Тору. Конечно, он негодяй, у него будет там наказание. Это, конечно, само собой. Но мы берем на себя ответственность. Мы недостаточно горим с Торой. Не горим с удовольствием, с радостью, жизнерадостью, что все это приносило свет нашему окружению. И поэтому Гои и сжигает Тору. Так когда мы в этот день постимся, это мы тоже должны помнить, как мы исправляемся, чтобы Тора горела у нас внутри. И последнее, то, что произошло, вот эти пять событий, которые Мишна говорит нам, то есть по-простому в этот день можно представить себе храм еврейского народа, который идолопоклонство, а нас это абсолютно все запрещено. И мы видим, что вот этот Гоин поставили целень, поставили идола, вейхаль, поставили идола в храм. Конечно, это самое ужасное то, что может быть. Поставили идола. И поэтому мы постимся. Сегодня, как это актуально для нас, сегодня у нас нету храма и нету там идолов. Но что такое идол? Идол, все мы знаем, все эти статуэтки и все и так далее. Идолы, они ничего по-настоящему не могут сделать. Когда мы молимся Богу, так Бог, Он управляющий миром, Он создатель, Он главный, Он может все менять. Идол, Он ничего не меняет, правильно? Это идол. Так, в принципе, сегодня наши синагоги называются гейхаль. Наши синагоги называются вот эти дворцы молитвы. И если мы с вами входим в синагогу, помолиться туда, и выходим из этой синагоги, которую мы помолились там, и это никакого впечатления на нас не произвело, так это как будто мы поставили идола в синагогу. Потому что так же, как идол, никакое впечатление, никакого ничего он не делает. Я зашел в синагогу и вышел, то же самое. Поэтому, когда мы постим здесь сегодня 17-го табуза, мы это тоже должны исправить. Входя в синагогу, должен быть страх, мигдаш, страх вот этого священного, который мы находимся там. И должны выйти из синагоги после молитвы, или даже просто, когда мы заходим туда, совсем другими, чем перед тем, как мы зашли туда. Это вот эти пять событий. Давайте повторим. Сломались, скрижали. Потом у нас прорвали стены Иерусалима. Стены Иерусалима, мы говорили, прорвали стены. Это, кстати, тоже очень важно. У каждого из нас есть своя стена, есть своя культура, которую мы не допускаем другим культурам, которые помешают нашей истины. Не то, что мы против других культур. Нет, ни в коем случае. Мы берем другие культуры. Потому что, когда царь Соломон строил храм, он тоже брал у других народов для строительства храма, чем они были лучшие в искусстве, чем еврейские народы. Это нормально. Но мы не берем, мы не прорываем стены наши, чтобы дошла чужая культура и испортила нас. Апостобус жег Тору, мы сказали, поставили целем. Все это были вот эти пять событий, которые поэтому мы постимся. И это очень актуально для нас. Большое вам спасибо. Всего доброго. Пожалуйста, если у кого-то есть вопросы, то сейчас самое время их задать. Этот урок произвел на меня впечатление. Я ухожу другим. Спасибо огромное. Окей. Спасибо большое. Всего доброго. Тогда цорь каль, бецом яиль. То есть, как бы, говорят теперь не только легкого поста, а говорят успешного поста. Поэтому я желаю всем, кто сегодня постится, легкого поста и успешного поста. Имеется в виду эффективного. Всем, чтобы мы удостоверились увидеть восстановленного Иерусалима. Всем счастливо и до свидания.